Космический гость Наринмар встретил Александра Лазуткина. Визит лётчика-космонавта организован Ненецким отделением партии «Единая Россия» по инициативе координатора партийного проекта «Историческая память» Ольги Пахомовой. Программа визита, приуроченного к празднованию 55-летия первого полёта человека в космос, включила в себя встречу с учителями физики и астрономии. Также герой России провёл встречи с жителями Ненецкого округа. Космонавт рассказал о своей жизни и работе. «Маленькие такие хирургические операции. И зубы лечить тоже можно». Знать медицину, плавать под водой, лазать по горам, летать на самолётах и прыгать с парашютом. И это далеко не весь список того, что должен уметь космонавт. А самое главное – оценки должны быть не ниже пятёрок, иначе в космос не пустят. С этого начал встречу с красновцами лётчик-космонавт Александр Лазуткин. Герой России – человек, который за полгода проведённых в космосе преодолел столько, сколько на Земле не каждый за всю жизнь преодолеет. Свой первый и единственный полёт в космос он совершил 10 февраля 1997 года. Через две недели после старта, 23 февраля, на станции «Мир» произошёл пожар. Внутреннее пространство быстро заполнилось дымом. Тушили в противогазах. Ликвидировали быстро, но не успели справиться с одной нештатной ситуацией, как возникла другая. На станции отказалась система кондиционирования. До 50 градусов повысилась температура. И с этим космонавты справились. Впрочем, на встрече Александр Лазуткин старался не вспоминать об этом и рассказывал ребятам о прелестях космоса. Тем, что развлекался, я брал этот шарик, вставлял туда салон, какую-то трубочку, и надувал. Получался вот такой большой-большой водяной шар. Мне было интересно, на земле я не могу такой водяной шар сделать, какой-либо пузырь. Потом мне это надоело, и я в этот большой шар из воды брал апельсиновый сок в рот, протыкал его трубочкой, этот большой водяной шар, и надувал там оранжевый шарик. И они эти два шарика играли, вот то, что на земле делать нельзя. Потом я в меня надоело, и я через эти два шарика, средний там, уже внутри оранжевого, желтый, но такого я, из вишневого сока делал шарик. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Александр Лазуткин рассказал собравшимся о буднях космонавта. Как они спят, едят, празднуют Новый год и еще много чего. Именно такие вопросы сыпались один за другим из зала. Эта встреча, кстати, и предназначена была для того, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к космонавтике. Встреча стала одной из частей проекта «Планета Икс». Решение о запуске единственного в своем роде международного проекта было принято еще в марте на международном форуме дружбы Ненецкий округ ворота в Арктику. По плану проект призван выявить в подрастающем поколении детей, которые хотят связать свою жизнь с космонавтикой и развивать в них эти способности. Детишек просто надо им уже это показывать, что можно этим делать, что это есть. Что есть космические снимки, что можно разговаривать с космонавтами, что можно даже какие-то эксперименты проводить. Даже, учась в школе, можно сделать космический эксперимент. Дайте ему эту возможность. И вот тогда понимаете, кто из вас тут вырастет. Много ломоносовых пойдут отсюда. Реализацию проекта начали в стенах четвертой школы, пока в экспериментальном режиме. В дальнейшем кружки для юных космонавтов могут появиться во многих школах Ненецкого округа и в Красном в том числе. К слову, ребятам это интересно, а встречи с Александром Лазуткиным все остались довольны. Понравилась встреча? Да. А что тебе больше всего понравилось? Рассказы, как прилетали в космос. Люди узнают много нового, узнают нового, что можно сделать, о чем можно помечтать.